Оказывается, предприятие Венсполсной Кустамии по шуме долгое время вынашивало идею принять на работу энергоуправляющего. В любом нормальном учреждении следят за потреблением теплоэнергии, чтобы это использовалось рационально и не расходовалось зря. В декабре большинство венсполчан получили большие счета затопления. Причиной таким крупным суммам может стать нерациональное использование тепловой энергии. Именно тогда стало ясно – энергоуправляющий просто необходим. Реновируя здание, утечка тепла практически ликвидируется. Остается только сбалансировать внутренние системы. Задача энергоуправляющего – следить за работой обслуживающих организаций и оценивать жалобы и нужды. После утепления и балансировки он должен пройти по квартирам, замерить температуру воздуха, обобщить результаты, чтобы мы видели – одинаково ли примерно у всех температура или необходимо что-то предпринимать. Рассматривая каждую конкретную жалобу, энергоуправляющий оценит, где кроется проблема – в квартире или во всем здании. Тогда мы можем принимать решения относительно дальнейших действий. Или надо перестраивать систему, или просто промыть радиатор, или поменять. Или хватит замены окон. Бывает, что человек заставляет радиатор мебелью, и это мешает циркуляции воздуха, отдаче тепла. Необходимо оценивать каждый случай в отдельности. Поскольку у каждого мастера много квартир в ведении, они просто физически не могут этого сделать. Да и вообще человек не может быть специалистом во всех сферах. Поэтому мы приняли решение пригласить компетентное лицо. Оскар Скалнич планирует обследовать теплоузел каждого дома самое малое – два раза в месяц. Это стандартный теплоузел, который находится в любом жилом доме. Здесь видны все параметры, по которым можно анализировать и прогнозировать потребление тепла за месяц. Если возникли какие-то технические неполадки, их надо устранить совместно с обслуживающей организацией. Это блок управления, который соединет с сенсором наружной температуры воздуха, который установлен в северной стороне. Здесь мы устанавливаем параметры подачи тепла в здание. В реновированном доме установлена температура плюс 40 градусов. Мы рассчитываем, что в квартирах должно быть от 18 до 20 градусов. Если такой температурой можно это обеспечить, тогда все в порядке. На мой взгляд, здесь все правильно отрегулировано. Не перетоплено, жалоб нет. Значит, результат есть. Логично, что жильцы квартир не хватит платить огромные суммы за тепло, если в их квартирах слишком жарко. Мы начнем с того, что пройдем по квартирам, зафиксируем температуру и, если констатируем, что действительно дом перетапливается, в квартирах жарко, то отрегулируем и снизим потребление тепла. И в тех случаях, когда жильцы жалуются, что в их квартирах слишком холодно, прежде всего необходимо это проверить. Может, не нужно что-то менять во всем доме. Может, проблемы в конкретной квартире. Что-то с радиаторами или окна не заменены. Причины могут быть разные. Потребление тепла зависит от нескольких факторов. От состояния стояка, диаметра труб, от того, утеплен ли чердак, от состояния окон. Для управляющих важно, чтобы жильцы дома чувствовали себя комфортно. Главный показатель для нас – довольные жильцы. Чем меньше жалоб, значит, клиент доволен и работа выполнена. Наши предприятия обслуживают не только жилые дома, но и нежилые. Мы стараемся экономить, правильно расходуем. Одна из задач энергоуправляющего – вносить предложение. Удалось ли энергоуправляющему достичь желаемого результата, станет ясно только после следующего отопительного сезона. То, что сейчас вскроется, можно будет усовершенствовать только после отопительного сезона. Надо улучшить работу обслуживающей организации, контролировать их работу. Думаю, что регулировка позволит все нормализовать. Во время утепления дома стояки оснащают балансировочными клапанами, позволяющими регулировать подачу тепла. Поэтому не стоит отказываться от идеи утеплить дом. Татьяна Саксаганская, Солото де Манты, Инджонзиш, Курзамское телевидение. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...